добрый день друзья с вами евгения и вы на моем крымском канале друзья это третье мое видео посещение волшебного никитского ботанического сада в пору цветения тюльпанов называется это бал тюльпанов также бывает бал хризантем бал ирисов бал климатисов но сегодня мы с вами продолжаем смотреть а его час перед вами поляна вот это разноцветие красота тюльпаны ну что я хочу вам сказать что сегодня тюльпана будет уже меньше потому что посмотрите мой первый фильм мой второй фильм и сегодня я вам просто покажу другие еще растения которые в обилии цветут уже или что-то еще зацветает потому что весна была холодная что-то еще только распускается на территории сада конечно красота замечательная все аллеи усажены тюльпанами не только поляна где происходит бал но и вообще все пространство аллеи где гуляют люди конечно красота вот такие удивительные колокольчики садовых ландышей какой-то гибрид я таких никогда не видела они очень на высокой ножке но и у нас повсеместно вот эти вот кусты цветут тоже очень красивые и осенью они дают такие красные ягодки на них тоже очень ароматные и в общем очень декоративно смотрятся хорошо но друзья это пиарное искусство конечно я уже показывала вот этот кусочек тоже удивительно и надо налюбоваться невозможно и конечно везде тюльпаны и очень много маргариток под тюльпаны вниз высаживают маргаритки я тоже так решила сделать и купила у меня уже были куплены маргаритки я вот их на новые клумбы высадила мы строили тут устраивали по-новому сад много нового вот это все в ближайшее время сниму фильм и посажу тоже также тюльпаны то есть они высоко стоят а под внизу будут маргаритки друзья это сакура расцвела конечно прекрасная сакура но она еще не в полном цветении в тот день была хотела вам сказать что мрии это такой большой отель парк-отель недалеко от алубки находится вы знаете там японский сад и цветение сакуры но я как только узнала что там будут извинить эту палку в нос толкать вот это вот какой-то там тест давать все хоть он и бесплатный я конечно сразу поездку отложила я вообще-то не понимаю что за безобразие и ну в общем испортили как говорится план план был такой поехать и там поснимать ну мрии это принадлежит сбербанку ну вот и наконец вот форзиция я в этом году купила маленький кустик тоже уж надеюсь он буду стричь чтобы он такой большой не разрастался очень красивое растение друзья цветет еще нет листочков но очень много желтых на нем цветов вот и у нас он вообще дикий растет даже по обочинам дорог совершенно как дикий кустик ну вот я что-то когда покупала 5 этих своих кустов растений тоже купила эту форзицию посадила в саду но это такой медонос тоже вот здесь вот смотрите айва красная японская ну и конечно много вековых деревьев на территории никитского сада это вот такие платаны вековые им конечно даже не 100 лет а значительно больше до 200 лет наверно я думаю что это самого основания сада с начала 19 века вот эти привозили но еще друзья возвращаемся не могли уйти бродили бродили опять вернулись на эту поляну вон там видите форзиция желтая и конечно тут еще захотелось побродить потому что ароматы привлекает конечно поляна это глаз радует вот такие необыкновенные листочки у тюльпанов даже что вы видите волнистые никогда таких не видел это какой-то новый видимо сорт но очень многообразие просто вот словами не не описать и цветов и форм и махровые и в этом году у меня друзья даже черный тюльпан расцвел но он конечно темно-темно бордовый практически черный откуда взялся не знаю вот как раз то самое маргаритки внизу вверху тюльпаны ну и чуть-чуть хочу вам все таки про храм еще сказать друзья но есть вот такая история не знаю насколько достоверная считается что здесь было ранее еще при греках заложена церковь в честь великомученика никиты ибо и что даже он сам мог проживать в этих местах и свою христианскую святую святыню в никите разрушили сами же греки когда в 1771 году они покидали крым и на ее фундаменте татары возвели мечеть но она тоже не дожила до наших дней ну и вот в 1882 году по инициативе директора ботанического сада базарова пригласили архитектора теребенева и вот был заложен вот этот храм но дело в том что он не только был храм здесь был дом священника а также больница потому что работники сада очень далеко им было добираться в ялту ну а сейчас друзья переключаемся на красоту это удивительная магнолия это магнолия лебнера и она выведена была в результате скрещивания магнолий кобус магнолий звездчатой тоже ну аналогичные вот удивительной красоты дерево листопадное дерево или большой куст и цвет вот здесь чисто белый но бывает еще и розовый диаметр цветков от 10 до 15 сантиметров со слабым приятным ароматом цветет обычно в конце апреля начале мая до распускания листьев вот в чем и экзотическая прелесть что на голых ветках мы видим с вами вот эти фантастической красоты цветы ну любит солнечное место и еще удивительно что она в общем то может и холодной температуры выдерживать то есть не только в крыму может расти и в девяносто третьем году в 1993 году получила награду за садовые заслуги от королевского сад на садоводческого общества великобритании этот сорт получил вот такую награду но друзья в олубке я такое дерево не видела и впервые в жизни его увидела вот в никите и причем не на территории сада а рядом там какое-то учреждение теперь друзья дорога домой и посмотрите это водопад конечно я понимаю что плохо видно но все-таки можете остановить кадр и полюбоваться этого ада водопад учин су по дороге из ялты в олубку вот посмотрите внимательно всегда вы знаете дух захватывает когда его видно но очень часто бывает что его просто нет пересыхает потому что все-таки климат жарки но вот тут у нас были дожди и его видно прям с дороги из машины я снимаю ну вот друзья мы с вами посетили бал тюльпанов или выставку тюльпанов никитском ботаническом саду очень благодарна вам за то что вы пишите мне свои замечательные комментарии читали смотрите мои видео ну а я с вами прощаюсь на этой высокой ноте с ощущением этой красоты с вами как всегда была ваша евгения друзья смотрите мои предыдущие два фильма о никитском саде и выставке тюльпанов но с вами как всегда была ваша евгения друзья и до новых прекрасных встреч а